Первичный шок позади, но эмоции от увиденного не утихают. Молодой пёс с отрезанной головой, выброшенный в мусорный бак на железнодорожном вокзале, подопечный Галины Федосеевой. Его планировали пристроить в семью, но не успели. Собака, выпущенная по программе отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, жила в одном из дворов Лангипаса. Пропала из поля зрения добровольцев две недели назад. Отправились на поиски и обнаружили труп животного в нескольких километрах от города. Женщины уверены, пса намеренно вывезли за пределы постоянной среды обитания. Вывозится беркованная, одомашенная, можно сказать, собака, которая прошла по программе, на которой были затрачены деньги, и вдруг она вывозится на верную смерть. Это уже жестокое обращение с животными, потому что животные обрекают на смерть. Вывозят туда, где их никто кормить не будет. Едва справившись с состоянием ужаса от увиденного, Галина и Светлана вызвали полицию. Сотрудники приехали на место происшествия – железнодорожный вокзал. Полиция приехала достаточно быстро, участковый нас опросил, все они зафиксировали, но со стороны эксперта были такие, так скажем, неадекватные вопросы. Он был очень агрессивно настроен по отношению к нам и сразу начал воспитывать, что так, оказывается, должно быть, что с этими собаками это и должно происходить, потому что они загрызают детей с его слов. Однако, по официальным данным, подобных ситуаций в Лангипасе не было. Заявление у женщин принял участковый. После проведения оперативных мероприятий в возбуждении дела было отказано. По данному факту с сотрудниками полиции была проведена проверка, в ходе которой были установлены свидетели и очевидцы того происшествия, что собака попала под поезд. Фамилии очевидцев нам раскрыты не были. Сколько их было, тоже не сказали. Волонтеры к версии несчастного случая не склоняются. Вызывают сомнения, характер травм. Кроме того, остается открытым вопрос, как и почему собака оказалась за пределами городской среды обитания. Споры о нахождении бездомных собак на улицах с каждым днем усиливаются. Жалобы горожан принимает профильный отдел администрации. Обращения по факту агрессивности того или иного животного проверяются. Заявка поступает на телефон администрации. Тут же в онлайн-режиме переправляется индивидуальному предпринимателю. И предприниматель уже отправляет бригаду отлова. Все заявки абсолютно проверяются. Очень часто граждане жалуются на бюркованных собак, проявляющих агрессию, что в дальнейшем не подтверждается. Лангипастцы давно разделились на два лагеря. Одни считают, что бездомным собакам нет места рядом с людьми. Другие уверены, решать проблему нужно не за счет животных. Мы каждая в ответственности за того, кого приручили. Поэтому, кто выкинет, надо, значит, как-то чипировать. Надо выделять деньги для приютов, ну, строительства приютов кошек и собак. Газаева должны следить за своими питомцами, чтобы, ну, либо стерилизовать вовремя собак своих, чтобы не было на улице города выброшенных щенят собак и так далее. Ответственность за то, что он нестеплоть до уголовной, потому что он заведомо выображает, может быть, ее уже и заразную, а вторую опасную для окружающего мира. В принципе, ответственность за все, за то, что касается животных, он должен нести материальную. И, ну, уголовную не знаю, как в нашей стране с этим тяжело. Вот. Ну, хотя бы штраф платить. Ну, там, в районе не то, что двух, десяти тысяч. Ну, да, ну, то, что пятьдесят, наверное. Поправки в 498-й федеральный закон об ответственном обращении с животными вступили в силу в январе 2020-го. Беспризорная четверолапая проходит программу «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». С начала года по ней в естественную среду обитания выпущено 167 собак. К соседству с бездомными животными некоторые горожане оказались не готовы. В связи с чем местные депутаты подготовили инициативу в Думу окружного и государственного уровней о том, чтобы внести изменения в 498-й федеральный закон. Запретить возврат животных на прежние места обитания, а размещать их в приюте на срок до шести месяцев. Если за этот период собаки или кошки не найдут хозяина, они будут усыплены. Общественники не считают такой выход решением проблемы. Инициатива эта была предсказуема, но по сути она ничем не отличается от той модели, которая была в нашем городе до того, как ввели 498-й федеральный закон. И к слову, вот эти оговоренные полгода содержания, а далее неизвестность, они полностью идут в разрез с текстом самого закона. На самом деле этот закон успешно реализован практически во всей стране, ведь программа ОСВ реализуется не первый год. У нас очень маленький город, и ждать прям долгую перспективу нам не нужно. То есть государство сейчас пробует новый путь. И нам, как горожанам, нужно просто дать ему время. Программа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат ориентирована на сокращение численности бездомных животных за счет контролируемой рождаемости. Но максимальную отдачу она может принести лишь в комплексе с такими мерами, как обязательное чипирование и стерилизация непродуктивных домашних животных. В законодательной базе пока это носит лишь рекомендательный характер. Большинство четверолапых, обитающих на улицах сегодня, не потомственные беспризорники, а выброшенные домашние питомцы. И нести за это ответственность может и должен только человек, акцентируют волонтеры. И если сознательность для многих из нас до сих пор остается всего лишь словом, возможно, приучать к ней стоит принудительно. Любовь Шитова, Станислав Новокрещенов, Олег Басарыгин. Специально для новостей.